И вновь я приветствую вас, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Дезертир, и надеюсь, что вам понравилась предыдущая серия про Гаруса, довольно интересный момент. Ладно, не дали мы ему стать негодяем, а пока переходим в отдел города. Ну, собственно, или куда там. Здесь нам вроде бы больше делать особо ничего. Ну, да. Так, давление на подозреваемых, люди с ПЦ, район Закира, советам... Все-таки нет доступа к кому-то допросов, а так бы я поговорил с Харкином, конечно же. Интересно, это ему засранцев глаза посмотреть или морду хотя бы набить чуть-чуть. Ну, да ладно, не судьба, как говорится. Ладно, нужно, я думаю, возвращаться на Нормандию. Здесь нам делать особо нечего. Улетаем, дорогие друзья! Красивые сценки, на самом деле. Вот единственное разрешение бы видео сделать бы побольше, был бы прям вообще супер. Ну, а так, как и есть уж что уж говорить. Впрочем, я думаю, четвертая часть, которая будет... Сложно сказать, на самом деле, какой она будет, но надеюсь, что она будет хотя бы сделана классно. Ну, или хотя бы в духе первой, второй, третьей части. Хотя конец третьей, сами знаете, какой. Никаких новых сообщений, серьезно? Окейшки. Ладно. Нужно сделать улучшение оружия. Урон снайперской винтовки. Наконец-то мы ее улучшили. В прототипах мы ничего не можем сделать. Полностью совершенствовать оружие. Так, дополнительно доступное меню исследовательной терминали. Урон снайперской винтовки. Я в курсе. Так, что я хотел сделать, это улететь, собственно, с цитадели. Больше нам здесь вроде бы сделать нечего. Покупать мы ничего не можем. И смотрим, куда мы можем полететь. Можем полететь на Илюм. И там у нас просто куча-куча заданий. И мы можем помочь Джек. Мы можем помочь доктору Кэнсону спасти ее. Или его. По идее, она там. Но мы полетим сначала на Аномалию, а потом к доктору, я думаю. Так. Аномалия у нас находится в Шиоле. До него еще нужно долететь. Чем мы сейчас с вами и займемся. Это самая дальняя планета от нынешнего местоположения. Вот. Аномалька. А у нас. Вот, исчерпано. Отлично я это вот... Так, обломки. Так. Сканирование поверхности выявило наличие разбитого корабля акварианского изготовления. Идентифицирован корабль невозможно. Количество форм жизни приблизительно не определено. Значит, на результаты биологического сканирования может влиять местная фауна. Ну, короче, осмотреть корабль нужно. Скорее всего, мы это будем делать, естественно, пешком. Ну, да. Да, пешком. Больше-то, собственно, никак и не получится, я думаю. Ну, да ладно. Ничего страшного. Блин, с Эмирами, конечно, в прошлой серии было тяжеловато. Кстати говоря, внешний вид теперь у Гарса есть три костюма. Как вы видите. Из этих костюмов мне больше нравится вот этот костюм, по-моему. Если мне не изменяет память. Да. У Касуми всего два типа костюма. Красный, как я сказал, мне нравится меньше. У него тоже два типа. Ладно, добавляем, как всегда, наших дорогих друзей. Берем. Берем, идем. Так, напор адреналина. Ускорее, ваше рефлексы добавим дополнительное. Замедление еще плюс 50. Время перезарядки 4 секунды. Тут было 5. Тут 4, да? А нет, всего 50 секунд, я понял. 3 секунды перезарядки. Ну, ладно. Я думаю, прокачать бы стоило, конечно. Но мне хотелось бы прокачать еще дезинтекрирующие патроны и зажигательные патроны. Поэтому пока я этим, наверное, заниматься не буду. Прямо вот так? Это хреновенько, честно говоря. Итак, отчет пилота-стажера. Нам удалось проскользнуть мимо гетов незамеченными, заглушив двигатели Сианида. Но старый корабль может развалиться в любую минуту. В лучшем случае мы найдем место для посадки где-нибудь в системе Шиола. Однако, судя по отчетам, шансов на это мало. Мы опасались проводить разведку так близко к Вуале Персея и, как видно, опасались не зря. Боюсь, что нам уже никогда не увидеть наш флот. После всего, что пережил Сианид, остается одно – принять бесславную смерть. Первые часы. Посадка была жесткой, но нам удалось добыть из обломков корабля все необходимое для выживания. К сожалению, капитан Гарлат погиб при аварии, так что стажером-офицером стал я. Старшим. Разведка местности показала, что планета крайне негостеприимна. Снимать скафандры мы не рискуем. Очень надеемся, что помощь придет раньше, чем нам придется раздеться. Выжившие отсутствуют. Я не знаю, кто или что их похищает, но мы уже потеряли половину выживших после аварии. Мы надеемся разбить здесь лагерь и продержаться до тех пор, пока Эдена не обнаружит наш маяк. Но что-то охотится за нами. Мне приходится всеми силами удерживать экипаж вместе. Скоро мы отправимся на охоту. Мы найдем пропавших и сделаем все, чтобы вернуться на Эдену. Но почему-то мне кажется, что все будет не так просто. Да и для нас в том числе. Планетка-то не очень гостеприимна, несмотря на залежи непонятных минералов. Да и лагерь, собственно, пустой. А ты, я так понимаю, последний. Нет, далеко не последний и далеко не выживший. Аккуратные живописки свободные. Я рекомендую защищать оборудование для экстракции. Конечно. Идем дальше. Симплотно. Это лагерь. Открываем. Уберем. Должно делать. Чистос. Связь. Связь. Субтитры сделал DimaTorzok Да, нужно уходить Субтитры сделал DimaTorzok Выживший экварианец обнаружен и эвакуирован На Эдену Переданный координат разведывательного корабля Сидианит Короче говоря, получено опыта кредитов Найдено всего того, что надо Все окей, короче Я обязательно прочитаю Капитан Исин Маль Васидена Капитану Прошу принять мою искреннюю благодарность За попытку обнаружить место крушения Сианида У этого корабля Богатое прошлое, связанное как с Мигрирующим флотом, так и с Цербером И мы рады, что его обломки Будут собраны нашим народом Найдя лейтенанта Форзена Вы вернули флоту одного из самых молодых И почитаемых героев Ваши старания помочь корианцам найти новую родину Не будут забыты С уважением, капитан Исин Маль Васидена Вот как-то так Кстати говоря, мы можем поговорить с Гарусом сейчас Ну, сначала долетим до транслятора И переместимся в новую систему И потом поговорим с Гарусом Да, кстати, надо купить топливо Замечательно Так, следующее мы будем делать А что мы будем делать следующее? А, ну да, я же обещал вам спасти доктора Кэнсон Точно, точно Помню такую штуку Ну, перед этим Гарус, Гарус, друг мой Ты важнее Итак, каюта экипажа И посмотрим, кого мы там найдем Ну, в смысле То, что мы найдем там Гаруса Как бы и так понятно, но Согласен, это действительно жутковато Ну, не то, чтобы прям очень, но Вы поняли, о чем я Согласен, я не знаю Продолжение следует... 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 Ну, как-то так. Ладно, что насчёт того, чтобы взять и тряхнуть стариной? Например, пройтись к кому-нибудь интересному. Хотя, собственно, к кому мы можем здесь пройтись, я даже не знаю. Так, а боевой информационный центр, инженерная палуба, нигде в этих местах мы не найдём ничего интересного, за исключением доктора, которого нам нужно спасти. Поэтому приступаем к суицидальному, убийственному заданию — спасти доктора Кэнсон в одиночку. Итак, настоящий верес в духовке. Вот как Джон Гримсон описал Арара Тодд. Во время разведывательной экспедиции Альянса, которая должна была показать, есть ли смысл соревноваться с батарианцами за эту планету. В конце концов, команда решила, что давление воздуха и содержание в нём кислорода слишком малы, чтобы развернуть полномасштабную колонизацию. Политическое противостояние с батарианцами и космической цитадели по бетаевым мирам длиною в год завершилось. Батарианцы гегемония колонизировала полярные регионы планеты, где жара частично компенсируется обильными осадками. Информация о самой колонии засекречена Министерством информационного контроля гегемонии. Но некоторые факты всё же просочились. На планете идёт широкомасштабная операция по поднятию уровня кислорода. Рабочие постоянно срабатывают, сбрасывают, а цианоблоктерии в океаны засеивают плодородные области с везёнными растениями. В Штатах по добыче богатой железом и тяжёлыми металлами руды используется преимущественно рабский труд. Разведка Альянса также установила, что на планете находится несколько военных баз. Тревожный знак, если учесть, насколько близко находится Земля и ретранслятор исход. Вокруг Аратота обращается множество спутников и несколько космических станций. Короче говоря, всё плохо. И мы одни. Совсем одни. Тем временем здесь, в принципе, красиво. Я люблю дождь. Так что эта планета уже мне нравится. Посмотрим, насколько она хорошая. Ставить пульт отключения поддачи энергии рядом с дверью, наверное, это самая глупая затея, которую я только видел. Ну ладно, батареянцам, видимо, виднее. Ясно. Ну да. Не хотелось бы встретиться с мёртвой Кенсен. Всё-таки она мне нужна таки живая. А пока что мы продолжаем изучать канализацию батареян. И находим здесь много-много интересных воронов. Один ворон для меня не проблема. Так, ну, доктор Кенсен я таки нашёл. Это уже хорошо. Так, стоп. Я где-то что-то здесь... А, там дверь, да? Ну, или как-то так. А почему я не удивлён? Нет, давайте-ка сначала сюда прогуляемся. Вдруг здесь есть что-то интересное. Нет, всё-таки дайте я сначала загляну туда, потому что, походу, там есть что-то полезное. И что же здесь? О, и вправду. Боеприпасы к тяжёлому оружию. Замечательно. Хм. Не зря пришёл, в любом случае. Но, по крайней мере, мне пригодится этот... ...весёлый обойм. Так. Пробегаем дальше. И таки на этот раз заходим в дверь. Так, ну... ...здесь вроде бы... ...ничего нету. Можно проникнуть и стелсом. Не обязательно кого-то убивать. Ну... ...в смысле... ...из охраны. Здесь же, типа, никого нет. Не правда ли? Ну, периодически надо сохраняться. Так, сначала вы, кошка. А то ещё выйду случайно на этих ребят. Так, на всех здесь уже сохранюсь. Нет, они меня так заметят. Мне же это не нужно, ведь так. Поэтому просто спрыгиваем вниз. Ищем, так сказать, обходной путь. Тем более, что туда мне было не надо. Тем более, что это не получится. так аккуратно чертов личный дневник ведь никак не присядешь это можно тихо подкрасться нужно было бы я понял ну ладно ребятки да пошел ты ну мне нужно было прослушать отличный дневник просто нужно ну или прочитать в зависимости от того что он дает ну это же интересно не правда ли здесь у нас что просто шаттл так дэк 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 ага вот как это работает я понял кажется ну заместо того чтобы не пробираться через внешнюю сторону можно пробраться через внутреннюю и Нет, чего-то я определённо не понял. Ладно, в любом случае ангар для меня очистили, так что всё будет хорошо. Идём дальше. Упс. Прошу простить, игра чуть-чуть опять вылетела. Наши комбойи интерцепции улучшили. Мы взялись сообщение о Альянсе, что в какой-то месте построили. Мы слушали сообщение, до того, как мы обнаружили операцию, выполненную человеком, который называем Кенсеном. Смоглили из-за инженов и системы в Омега. Мы интерцептили Кенсенсенс и взяли ее и наших людей в руководство. Интерогация не только произвела, но и ромблаж. Ясенфик, это же все-таки наши люди, а не ваши ботарианцы, которые бесполезны. Камеры, камеры. Давайте пока посмотрим, есть ли здесь что-нибудь полезное. Камеры. 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 Камеры.